Всем привет! С вами канал ArtMoney. Сегодня у нас обзор на желе русский продукт. Апельсин. Покупала его в ленте. Цену не скажу, но кто знает, напишите. Так, вот так выглядит он с той стороны. Сразу смотрите, очень удобный способ приготовления. Сразу нарисован. 200 воды горячей. Все это перемешать. Налить в стаканчик и отправить в холодильник на 2,5-3 часа. Кстати, очень удобно, чем просто когда читаешь, пытаешься понять. А так посмотрел, увидел, понял, да? Так, ну давайте посмотрим состав, поищем. Состав, конечно, здесь на синем фоне, не особо виден. Вот тут, кто сможет прочесть, нажмите стоп, прочитайте, потому что я не вижу состав, честно говоря. Но попробую найти, может быть, в описании оставлю или в комментариях. Так, здесь какие-то, какая-то радужная кружочка. Кто знает, напишите в комментариях, что это. Вот она здесь полностью фольга. Здесь даже написано какое-то, что-то написано. Давайте прочитаем. За что мы любим лето. За яркое, теплое солнце, заряд, позитив на весь год. И самые любимые фрукты. Сохранить лучшие летние воспоминания очень просто. Приготовьте нежное желе. Нежное, главное, желе. И наслаждайтесь сочным фруктом, апельсином. Красивое такое, небольшое пожелание. Очень, кстати, приятно. Ну, давайте его посмотрим, как она выглядит внутри. А, здесь даже есть вот эта вот штучка для отрыва. Очень классно. Ой, ой. Сверху, кстати, она как фольга, а внутри она как бумага. Ой, что-то, не знаете, запах почувствовался лаврушки. Так, оранжевая масса. Да, кстати, сколько у нас их тут? 50 грамм. Так, ну, тут вот есть какие-то козявки, как будто бы не перемолотые. Она оранжевая. Запах чуть-чуть апельсина и чуть-чуть какой-то я чувствую запах лаврушки. Прям очень такой лаврушки. И, кстати, довольно много, 50 грамм. Так, все это мы делаем в моем любимом стаканчике. И давайте туда пересыпем. Теперь заливаем все это крутым кипятком. Где здесь? 90 градусов. И сразу все перемешиваем. Здесь надо всего 200 грамм. Предыдущий мы делали обзор на вот такую. Здесь 250 грамм было нужно. Тоже на клиенте купленное. Так, ну вот, промешали мы. Все хорошо размешалось. Теперь нам понадобятся наши силиконовые формочки. Какие-нибудь очень красивые. Да, чтобы сделать нам все красиво. И туда нашу горячую жидкость будем переливать. Будет у нас сердечко. Оп, чуть-чуть проливаю еще вдобавок. О, всего на 4 штуки как раз и хватило. Ну, чуть-чуть там, конечно, пролила. Ну, как не без этого. Конечно, прольешь. А куда деваться? Вот. И теперь мы все это с вами отправляем в холодильник на 3 часа. И у вас это будет через секундочку. Мы с вами уже встретимся и будем с вами пробовать. А у меня пройдет целых 3 часа. Вот. Пока целую секунду вы ждете, подпишитесь. Вот здесь вот будет маленькая кнопочка красненькая. Нажмите туда и подпишитесь. Колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. А у нас их, ой, сколько много. Очень-очень много. Всякие другие обзоры на технику. И влоги, и рисование. И все, что захотите. Также пишите в комментариях, чтобы вы хотели еще попробовать, какой продукт. На какой продукт мне сделался обзор. Но только, чтобы он продавался у нас в России. Обязательно. Мне иногда пишут какие-нибудь там кофе какой-нибудь. У тебя его начинаешь искать, а оно где-нибудь в Италии продается. Еще где-нибудь у нас его и нет. Но это было давно еще. До происшествия всего этого. Это было 2 года назад где-то. Но все равно я же не поеду за ним в Италию. Правда ведь? Поэтому пишите. Я обязательно сделаю обзор на этот продукт. Вот. И ждем. Сейчас будет обзор. Мы будем с вами уже пробовать. Ням-ням-ням. Так. Ну и вот у нас с вами наше апельсиновое желе готово. Вылазит, конечно же, оно тяжело. Очень тяжело. Если кто знает, как ее оттуда вытащить, напишите в комментариях. Потому что, честно, я не знаю. Поэтому будем пробовать так. Так. Ну что. Давайте цветочек, наверное, вот этот вот попробуем. Она оранжевого цвета. Такая довольно хорошая дрожалочка. Такая упругенькая довольно. Давайте попробуем. Она сладкая. Она довольно сильно такая сладкая. Но вкус апельсина я не чувствую. Может быть, он где-то там, прям вот вдалеке есть. Но она больше сладкая. Но апельсин, ну, как-то так. Если бы, допустим, мне дали бы его попробовать с закрытыми глазами, я бы сказала, что это просто чисто желатин с водичкой. И с сахаром. И все. Как-то прям не чувствуется. Чувствуется какая-то кислиночка, да, немножечко. И все. Апельсин, наверное, чувствуется, потому что я знаю, что там апельсин должен быть. Поэтому он чувствуется. Ну, это как аромат. Мы знаем, что мы нюхаем апельсин, да. Поэтому, наверное, пахнет апельсином. Здесь, ну, как-то не знаю. Я не почувствовала апельсин. Попробуем еще разок. Смотрите, какой цвет красивый. Ну, да. Она такая, ну, она прям сладкая. Такая сладкая прям. Ну, апельсин где-то вдалеке. Так чуть-чуть ощущается. Не понравилась, честно мне. Она очень... Ну, такая она сладкая, потому что на нее хочется пить. Кушать ее еще даже не особо хочется. Кстати, вот, посмотрите. Это вот предыдущий обзор мы сделали на вишневую. Вот здесь прям ощущается очень вишенка. И здесь прям, ну, немножечко сладенькая она. И вишня ощущается. Хотя, мне кажется, по цене наверняка она дешевле вот этой вот. Но она вкусная. Вот ее реально приятно кушать. Ее хочется кушать снова. Вот это, честно, мне даже не хочется. Не особо мне понравилось. Хотя апельсин я очень люблю. Ну, там почему-то не ощущается. Странно. Почему? Забыли, видимо, положить. Ну, напишите свои отзывы, кто попробовал. Может быть, у вас апельсин все-таки не забыли положить. Также смотрите другие ролики, другие обзоры на продукты, на шоколадки, альпингольд, милка, на печенье, на консервы. Также обзоры на технику, мультиварку, хлебопечку. Много-много всего интересного. Также влоги у нас есть. И с вами был канал ArtMoney. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok